Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин. 67800 долларов в симметричном треугольнике. Это симметричный треугольник. Чех и Чех. Нарисуем его еще на графике. С 59 биткоин поднялся, но объемы упали этой ночью. Это интересно. В принципе, они-то неплохие, но смотрю, падают. Но цена биткоина держится. Симметричный треугольник. Трейдеры общаются в моем телеграмме. Что-то обсуждают. Смотрите мои видео. Биткоин и Доджкоин. Капитализация рынка 2,4 триллиона. 322 тысячи посетителей на моем сайте. Bitcoinprice.live. Можете включить у себя на телевизоре. Там переключаются графики. Биткоин, Эфириум, Би-Эн-Би, Солана. 60 тысяч бонуса на Байбит. 10 миллионов долларов призовой фонд в трейдерском турнире. До 31 октября. Уже мы торгуем. Уже большая команда, присоединяйтесь. Индекс страха и жадности в зоне. Жадности. А пару недель назад были в страхе. Быстро меняется. Тогда же неделю назад в страхе были. Теперь уже в жадности. Как быстро. Потрясающе. Доминация биткоина 54%. Фандинг. Цена. Почти 68 тысяч долларов. Пытается выйти вверх биткоин. Объемы на покупку зашли. 169 биткоинов. Последние несколько минут. Посмотрим в этом видео на графике по биткоину. Покажу вам свой торговый аккаунт на 700 тысяч долларов. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И я живу на острове, поэтому, ребята, бардак на голове. Стою тут без одежды. Да мне, по большому счету, по барабану. Проснулся и записываю. Можно было, конечно, и что-то причесаться там, умыться. Но да хер бы с ним. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. На моем торговом аккаунте Байбит. Сколько? 702 тысячи 700 долларов. Потрясающе. Было 643 тысячи. Значит, заработал 59 тысяч долларов. Хорошо. И за 30 дней было 647. 702 теперь. 647 было. 740 было на максимуме. Опустился на 649. И теперь 703 тысячи. Но я в плюсе на 56 тысяч долларов. И на этой неделе я заработал хорошо. Это мои трейды на биткоине. Где я продал биткоины. Продал по 65. Купил по 52. Продал по 62. Купил по 59. И теперь 68 биткоин. Сделка в плюсе на 31 300. Вы видели, как я открывал эту позицию. Комиссии по фандингу я заплатил 748 долларов. Заработал 31 300. Фандинг сейчас позитивный. 0.01%. Но у меня много еще. В USDT 138 тысяч. Плюс еще 200. 338 тысяч долларов у меня. В кэше. Общая сумма на балансе 702 тысячи. Будем говорить наполовину я в кэше. И при этом зарабатываю хорошие деньги. Биткоин у меня на 122 тысячи 900 долларов. MCRT на 75 100. Доджкоин на 55 700 долларов. Массивно растет доджкоин. На 30 тысяч я покупал доджкоина. Теперь 55 тысяч уже. WorldCoin тоже брал на 30 ком. Uniswap на 42 200. Суи плюс 5 процентов. Отлично. Я купил на 30 купил. Половину продал. 15 тысяч у меня было. Ну там 500 долларов только я заработал получается. Это сделка по биткоину. Плюс 30 тысяч. А это разбивка по процентам. Биткоин 21 процент. USDT 35. Плюс еще на деривативах. MCRT 13 процентов. Доджкоин 9. WorldCoin 8 процентов. Тоже почти 9. Uniswap 7 процентов. И Суи 2,7 процента. Теперь давайте биткоин посмотрим. Сделаем теханализ. 67700. Открываем недельный таймфрейм. Бычий флаг. Массивная чашка с ручкой. И смотрите, биткоин пытается вырваться вверх из этого бычьего флага. Хочет пробить это сильное сопротивление. И видите, это массивная чашка с ручкой. Массивная чашка с ручкой. И мы можем измерить расстояние, которое пройдем по выходу из этой чашки с ручкой. Вот так мы можем оценить наши ожидания. Получаем 100000 долларов. Затем у нас еще также бычий флаг. Здесь мы меряем по высоте флагштока. Вот оно расстояние. Тоже получается. Сколько? Давайте уточнимся. Получается 100000 долларов. Две цели ведут на 100000 долларов. А также у нас канал на дневном таймфрейме. Смотрите. Отталкивается биткоин от верхней и нижней границы. Чик-чик. Чи-джи-джик. И похоже, что он пытается выйти вверх. Пробить верхнюю границу. Стохастик в перекупленности. Каждый раз, когда в перекупленности, то это время продавать. Но обычно я жду двойную вершину. Внизу перепроданность покупать. Перекупленность продаем. Перепроданность покупаем. Перекупленность продаем. Перепроданность покупаем. Но обычно я жду двойную вершину. На дневном также мы видим восходящий клин. Но биткоин пытается вверх выйти из этого клина. Обычно вот так работает. Вниз выходим. Но смотрите, биткоин прямо сейчас пытается пробиться вверх. Очень хорошие новости будут, если он сможет это сделать. Не отработает этот восходящий клин. И выйдем вверх заодно из бычьего флага. Поэтому очень важный момент. Нужно увидеть этот прорыв. Активировалась торговая идея, которую я вчера давал. Похоже, пытается пробить сопротивление биткоины. Но пока что отталкивается. Довольно интересно. Давайте теперь посмотрим на ботов. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на покупку. Недавно. Продажу пока не сигнализировал. Интересно. Теперь на 4 часа идем. 4-х часовой восходящий клин. W. Я бы даже не назвал это восходящим клином, честно говоря. Не похоже. Нет какого-то особого паттерна. Просто растет себе. 59, где я купил. 62. И так дальше. Встретил сопротивление в итоге. Давайте на часовике еще посмотрим. На часовом. Массивный. Что массивное? Поднялся вчера биткоин сильно. Активировалась моя торговая идея, которую я вчера давал. Более рискованный вариант такой был. Я бы оставил пока эту торговую идею. На кто уже зашел, поздравляю. Вы получаете прибыль по этой сделке, которую я вчера давал. Ну, я бы эту торговую идею примерно и оставил. Как более рискованный вариант. А как более безопасный, то я бы подождал, пока биткоин опустится на основную поддержку. Вот здесь я бы открылся. Но опять же, если не сможет пробить сопротивление биткоина, будет отрабатывать восходящий клин. Поэтому внимательно нужно наблюдать за рынком и вовремя фиксироваться, если что. В общем, такая торговая идея. Риск 400 долларов. Заработать можно 33 300. Это в расчете на один биткоин без плеча. По второй торговой идее. Риск 1200 долларов. Подождите. Давайте возьмем меньше риска. Это 640 долларов риск. Заработать можно 36 100 долларов. Но где еще можно так торговать с таким соотношением? Я не знаю вообще. Вот две такие торговые идеи. Одна зайти на 67 200 и вторая на 64 800. Теперь давайте почитаем ваши комментарии. И не забывайте, что мировой трейдерский турнир на Bybit начался, проходит призовой фонд 10 миллионов USDT. Ссылка в описании под видео. Регистрируйтесь. Либо же можете сканировать QR-код. 10 миллионов долларов призовой фонда. На команду вознаграждения 563 тысячи. Наторгуйте объем 50 тысячи. Участвуйте в розыгрыше ценных призов. Яхты, Rolex. Присоединяйтесь. Это комментарии моих студентов и прибыли. 14 тысяч долларов кто-то заработал. 144 тысячи долларов прибыли. Это 86 тысяч. Я заработал больше миллиона долларов, потому что Джеймс. Все должны пройти его курсы по криптотрейдингу. Я зарабатываю хорошие деньги. 8 тысяч долларов. Меньше чем за месяц. Спасибо. Прошел твои курсы. Заработал кучу бабла и купил себе Харли Дэвидсон. В общем, комментариев сотни и тысячи. Прекрасно. Присоединяйтесь к телеграмму. 146 трейдеров онлайн. Трейдеры общаются. Что-то обсуждают. Та-да-да. Какие, может быть, интересные. У меня уже есть аккаунт на Bybit. Можно ли получить твой бонус? Нужно выполнить необходимые требования. Прекрасно. 91% прибыли. 360% прибыли. Кто-то перевел много USDC на Coinbase. Это означает, что они хотят купить. Купить что-то хотят. 48 миллионов USDC. Еще 48. В общем, очень много миллионов. На Bitfinex 825 биткоинов. Кто-то перевел. Трейдеры общаются. Также у меня в Твиттере. 92 300 фолловеров. Подписывайтесь. Биткоин 68 тысяч. WorldCoin плюс 80%. Тесла перевела куда-то. Много биткоинов. И трейдеры обсуждают. Зачем? Си Джей Джонсон. Хороший парень. Крис Вэлл Скварде. Очень знаменитый. Я слежу за ним уже 5 лет. Вот он покупал биткоины. Вместе с нами. Заработал 7 миллионов. Но мы также покупали биткоины. И зарабатываем. Почему Тесла переместила биткоины на 6 различных адресов? Хороший вопрос. Безопасность или что? Кошелек с мультиподписью. Я сказал, возможно, может быть какая-то новая система хранения. Или вот что. Биткоин Пир предположил, что эти биткоины пойдут в качестве залога для займа. И возможно этот чувак, он какая-то часть этой всей темы. Это интересно. Илон Маск ответил на больше вопросов. И вовлекал аудиторию больше, чем Камала Харрис. В общем, смотрите, люди обсуждают. Сегодня я объявляю о военной помощи на 425 миллионов для Украины. И вот смотрите, под его постом, это как, что, теперь люди не могут больше лгать, потому что Илон Маск, потому что он создал демократию. Это потрясающий парень. 7 тысяч лайков. Ему ответил Ян Кэрол, журналист. Напомни, сколько денег было выделено пострадавшим от урагана. 30 тысяч лайков. А у Блинкена 7,9 тысяч лайков. Демократия. Здесь Илон сделал лайки. Он сделал демократию, используя эту систему. Посмотрите, сколько комментариев. Больше всего лайков вот под этот пост. И антивойна. Не надо давать деньги. Американцы. Правда. Не нужно войны. Мир всем. Давайте почитаем комментарии. Пожалуйста, сделай MicroStrategy и Dodge Turbo. Привет из Калифорнии. Dodge формирует бычий флаг. Надеюсь, не будет эскалации. Я делал теханализ DodgeCoin. Смотрю всегда твои видео. Сделай, пожалуйста, STRK. Это ложный рост. Я жду 100 тысяч долларов, но внимательно наблюдаю за рынком. В зависимости от объемов. Сделай, пожалуйста, Tesla в следующем видосе. Все еще веришь? Верю. Они выпускают потрясающий. Я покупаю, покупаю и держу на долгосрок. Я потерял 1000 долларов на SUI. Ты говорил, что вырастет. Но оно же выросло. С тех пор, как я купил. Я купил SUI на 30 тысяч долларов. И продал половину. Потому что я беспокоился, что не пробьет сопротивление. Поэтому сократил до 15. И SUI теперь у меня на 15500. То есть, немножко заработал. Маленько. Но MicroStrategy. MSTR. MicroStrategy – это компания, которая покупает биткоин. Это они в 2000 MicroStrategy на NASDAQ. Массивная поддержка вот здесь. Здесь на 114 долларов. Прямо сейчас обновляет максимум. Но здесь бычий флаг. Видите, вот он четко бычий флаг. Флагшток и полотно флага. Чик, бычий флаг. И W. Но выходит вверх. И пошел на ретест. Поддержку ретестит. Поэтому, если хотите зайти в лонг, то ждите коррекции на месячную поддержку. Ретест. И затем отскок. Подтверждение хорошими объемами. И затем может пройти по высоте флагштока. Эта цель будет, получается, 260 долларов. На MicroStrategy. 260. Но я бы подождал, чтобы зайти до месячной поддержки. 168 заходим. 161 стоп-лосс. И 260 тейк-профит. Соотношение 14. Ну что ж, на этом все на сегодня. Будем наблюдать за рынком. Биткоин пытается пробить сопротивление. Очень важно, чтобы он это сделал. И сломал восходящий клин. Подписчик заработал 53% на биткоине. Поздравляю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Включите колокольчик. Пишите в комментариях, что проанализировать. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.